Данное видео уходит при поддержке спонсоров на Патреоне и Телеграме. Получить ранний доступ к контенту и увидеть свое имя в титрах к каждому новому ролику можно по ссылочке в описании. Благодарю всех и каждого за поддержку. И слава Украине, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня мы с вами поговорим о новом альбоме японского коллектива Baby Metal под названием The Other One. Коллектив, который у нас на канале сложилась традиция называть Баба Металлом, это один из немногих ярких примеров сугубо продюсерского проекта, делающего метальные песни с женским вокалом. Для контекста стоит напомнить, что группа изначально создавалась как комбо из метальной и так называемой айдол-группы, то есть той, которая равномерно с музыкой, а чаще даже и больше, чем с музыкой, дает свою улучшителям и целый спектр перформансов, от театрализованных представлений до лордных сюжетов и целых даже игр в некую альтернативную реальность. В случае с Бабу Металлом это целый набор лордных сюжетов, форсирование образов вокалисток группы как центральных и первоочередных, равно как и максимальная зрелищность живых концертных выступлений, которым позавидуют, вот безо всяких шуток, позавидуют многие западные артисты. Так вот, нас как обычно в данном случае интересует именно музыка, потому что вот эти лорно-перформансно-образные дела, составляющие слушателей покупать очередные брендированные ведра и коробки, мы оставим как-нибудь на следующий раз. Четвертый альбом The Other One это в некотором роде удивление для меня, так как после альбома Metal Resistance, если я правильно помню, назывался так, и последующих туров в его поддержку, официально было вывалено такое довольно загадочное и криво написанное сообщение на английском языке, что мол, три метальных духа будут дальше сиять в наших сердцах, и что дальше будет, это знает только лисий бог. Другими словами, мы не будем выпускать нихера, пока не кончится ковид, да и вообще у нас состав поменялся, и что-то мы как-то поднатаскались с вашим вообще металлем. И кстати, этот альбом The Other One, это действительно чувствуется как что-то такое сделанное и исполненное без особого энтузиазма и искры, которое так или иначе чувствовалось в раннем креативе. Не поймите меня неправильно, альбом сделан все так же качественно, до блеска. При этом этот блеск настолько качественный, что убивает все живое, что могло оставаться в спетом и сыгранном. Для меня всегда голос лидирующей вокалистки Сузуки Накамото оставался таким одним из самых ярких в альтернативной музыке, да и вообще одним из самых, кстати, приятных на слух среди японских исполнителей, у которых голоса варьируются от таких полуоперных подач до откровенно скрижащущего экстрима. И моя основная проблема с этим альбомом как раз вызвучка и чрезмерное использование вокальных эффектов, делающих и так довольно острый и звонкий тембр Сузуки еще острее, что на верхних нотах вообще начинаешь элементарно корежиться от звука сам. С инструменталами примерно такая же история, так как в одно целое были слеплены низкострунные гитары, синтезаторы и вышеупомянутые голоса в одну сплошную кашу, которая часто воспринималась шумом под вокальными партиями. Тем не менее, подобная, кстати, пластиковая озвучка и вызвучка альбомов характерна японским альбомам в металле, то есть она им присуща, и это для них нормально. И я, кстати, не знаю, по какой такой причине, я не знаю, что это у них за требование, но звук у них в большинстве слоев в металле суперпластиковый. Поэтому, как и материал с предыдущих релизов, лучше всего слушать альбом Babymetal в лайве. И в этом плане меня радует, что лайвы группы официально теперь доступны на стриминговых платформах, и я надеюсь, кстати, что и нынешний тоже появится в лайве рано или поздно. Просто материал на нынешнем релизе, на мой взгляд, проигрывает как третьему, так и первым двум альбомам. Первые два комбинировали такой айдельно вот этот герлс-бендовый звук вокалов с металлом, и давали, кстати, классные ритмы и мелодии в итоге. Третий же решил дать чуть большее количество там новых идей и заимствований из других жанров, равно как и коллаборации с западными исполнителями, отчего альбом, на мой взгляд, только выиграл. Для меня лично кульминацией их позднего звука стал трек BMC, который звучал как такой рэпкорно-джентовый бэнгер, достойный, кстати, всех похвал лейбла Унфд, если вы знаете о чем я. Здесь же сложилось ощущение, что песни скорее были такими доделанными черновиками и демками того, что осталось с прошлого альбома и еще с более раннего креатива. Для меня, кстати, самыми удачными оказались песни Divine Attack Шингеки за свою драм-н-бейсовую ритмику и действительно оригинальную вокальную партию. Песня Maya за интро, напоминающий песню Ice Nine Kills Rainy Day и хоровой припев. Тот же трек «Металлизм», имитирующий трансово-синтезаторный стиль, равно как и ближневосточные арабские такие мотивы, как в вокальной партии, так и маршевой ритмике. Большинство же остальных песен, по сути, были уже спеты и сыграны либо самими товарищами из бейби-метала, либо кем-то другим в жанре аниме-опенингов с метальным звуком. Ничего, кстати, плохого в этом не вижу, но и особого желания переслушивать большую часть альбома у меня, кстати, и не возникло. Хотя, опять же, тут у меня довольно такая странная реакция по этому альбому, так как с ним вот реально нет никаких проблем, кроме сомнительной вызвучки. Просто вот и особого восторга, и особого удивления, как от других релизов в свое время, тоже испытано не было. И это, кстати, очень жаль, так как если судить по переводу текста в песен, в них довольно много отсылок либо к мотивационным темам, там, достижения задуманных мечт, прорывы из виртуальных и ненастоящих миров в реальное, переход из прошлого во что-то новое и качественно отличное, поиск новых красок в сером и бесцветном мире. Да, и вообще целый спектр таких меланхолично задушевных тем, которые могли бы быть еще эмоциональнее и живее, если бы не задавили все звуки и партии всеми эффектами, которые я упомянул выше. То есть, опять же, резюмирую, нормальный альбом, типичный для бабу метолов, но у меня каждый раз после прослушивания вот оставалась мысль, что могли бы что-то сделать все-таки интереснее, креативнее, могли бы что-то сделать не похожее на самих себя, что они уже делали, кстати. С другой же стороны, даже несколько упомянутых выше песен для прослушивания вживую, это тоже неплохой вариант. Надеемся на дальнейший креатив и ждем только лучшего, желательно новых бенгеров типа BMC. А так, это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. Если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом бейби металов или нет, как он вам нравится, не нравится, и на что мне сделать обзор в нашем следующем видео. Рядом с моей головой вы увидите другие ролики с реакциями, с обзорами и с прочим контентом. А в описании вы увидите наш Twitch и наш Patreon и VIP Telegram, где вы можете поддержать наш контент, получить к нему ранний доступ и увидеть свое имя среди вот этих всех замечательных спонсоров, которым мы очень и очень и очень благодарны. А так, это все на сегодня, дамы и господа. Всем спасибо и, конечно же, слава Украине. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok